Сегодня в зале заседания администрации района состоялось совещание с участием представителей Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея. Присутствовали директора некоммерческого партнерства Союз фермеров Адыгея Аслан Зихухов, начальник отдела пищевой промышленности и переработки Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея Фатима Хабикирова, начальник управления сельского хозяйства Заур Самогов, индивидуальные предприниматели, главы лично-подсобных хозяйств района. Открыл совещание директор некоммерческого партнерства Союз фермеров Адыгея Аслан Зихухов. Как вы знаете, у нас с 2012 года работают целевые программы Министерства сельского хозяйства, поддержка начинающих фермеров, поддержка семейных ферм. Кроме этого, у нас есть поддержки по многолетним насаждениям. Вы прекрасно видите, как сады у нас развиваются хорошо. То есть продукции с каждым годом все больше и больше. И поднимается вопрос о хранении, переработке и реализации этой продукции. Сегодня время само диктует, что нужна программа кооперации. Почему? Потому что одно фермерское хозяйство не может приобрести, например, и переработку, и хранение все вместе. А когда люди объединяются, уже все это легче происходит. Фатима Хабикирова в своем выступлении отметила, что необходимость проведения совещания в таком формате вызвана тем, что Министерством сельского хозяйства Российской Федерации доведены до органов исполнительной власти субъектов планы задания по созданию сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В том числе Республике Адыгея доведено задание создать в 2016-2017 годах шесть таких кооперативов. Суть этой программы, просто хочу сказать вкратце, чтобы вам понятна суть была, в том, что государство дает грант, безвозмездно дает деньги на создание этого кооператива. Кооперативы, там приоритет отдан государством на направление молоко, мясо, то есть производство молока, охлаждение молока, упаковка этого молока, реализация. Вот эта вся цепочка, чтобы организована была, и точно так же по мясу, точно так же по овощам, фруктам, по дикорастущим растениям. То есть можно создать кооператив по каждому из этих направлений, который будет заниматься закупкой этой продукции, доработкой, упаковкой и реализацией доконечного потребителя этой продукции. Ну и еще важность момента такого, нужно подчеркнуть, что здесь, в общем, критерий в этой ведомственной целевой федеральной, приведен такой критерий, что нужно объединиться не менее 10 сельхозтоваропроизводителям. Из этих сельхозтоваропроизводителей важно заметить, что могут быть и личные подсобные хозяйства. То есть в эти 10 могут войти юридические лица, в лице ИП глава КФХ, допустим, которые даже ранее в начинающих, в семейных поучаствовали, могут объединиться, создать кооператив в тех направлениях, в которых я озвучила, и поучаствовать в грантовской этой программе. Что еще подчеркнуть я хочу. Вообще вот сельхозкооперация, любая сельхозкооперация, вот допустим, если этот кооператив будет создаваться, он должен в названии содержаться должны слова «сельскохозяйственный потребительский кооператив». Ну, естественно, и направление какое будет, и название должно быть, допустим, «производственный», «онышно-бженческо-бытовой» и так далее. Помимо этого, хочу подчеркнуть, что все правила, вот работа кооператива будет регламентирована именно законом, федеральным законом о сельскохозяйственной кооперации. Было отмечено, что программа предусматривает получение гранта. Максимальный размер гранта определяется субъектом и не должен превышать 70 миллионов рублей и не более 60% затрат на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива. Грант должен быть использован в срок не более 18 месяцев со дня поступления средств на счет кооператива. И обязательные условия – на каждые 10 миллионов гранта надо создать не менее 6 рабочих мест. В завершении встречи сельхозтоваропроизводители задали интересующие вопросы представителям Минсельхоза Республики Адыгея.